Продолжаем рассказ о самодеятельном конструировании автомобилей в СССР. Создание автомобиля своими руками – творческий процесс. В то же время автомобили хоть и были разными по конструкции и дизайну, они должны были соответствовать нормам и правилам по безопасности конструкции и эксплуатации. Для этих целей в 1950-х были специально разработаны правила регистрации автотранспортных средств, изготовленных в индивидуальном порядке. Автомобиль, созданный своими руками не должен был быть помехой на дороге и создавать аварийные ситуации, ведь ему наравне с серийными автомобилями выдавали технический паспорт и регистрационные номера. Он был полноправным участником дорожного движения. Во второй половине 80-х правила регистрации автотранспортных средств, изготовленных в индивидуальном порядке, были пересмотрены. Отразились меняющиеся требования к безопасности транспортных средств. Самодельный автомобиль выделялся из общей массы заводских конструкций и был самобытным. Постройка автомобиля была непростым, порой длительным, но в то же время увлекательным творческим процессом. Нередко в самодеятельных машинах воплощались интересные передовые идеи, которые в серийных моделях внедрялись не очень активно. Например, при изготовлении кузовов получило широкое распространение применения композитных материалов с пластичной основой. Кузов был изюминкой каждого автомобиля, отражая стремление и возможности конструктора, тем более что действующие правила дорожного движения запрещали строить автомобиль, используя заводские кузовы, поступавшие в запасные части. Конструкторы-умельцы опирались в своей работе на опыт профессионалов. Многочисленными тиражами выходили в свет книги по устройству, ремонту и эксплуатации автомобилей, использованию различных материалов, по проектированию автомобилей или его отдельных деталей и узлов, с формулами для расчетов, чертежами и рисунками. В то же время активно освещался опыт самих конструкторов-энтузиастов. В популярных журналах «За рулем», «Моделист-конструктор», техникам молодежи можно было найти фотографии, рисунки, подробное описание наиболее интересных конструкций, чертежи и рекомендации по изготовлению автомобилей и их отдельных узлов и агрегатов. С интересными конструкциями знакомили и местные газеты. В 50-е, 70-е годы по всей стране, в местной прессе периодически появлялись публикации на тему «Как мы создали свой автомобиль». Отдельно печатались репортажи автомобильных путешествий и пробегов самодеятельных автомобилей, например, репортаж про автомобиль «Ташкент» Михаила Михайловича Костенко, который своим ходом преодолел более 3000 километров, чтобы приехать на смотр-конкурс в Москву. Это имело значение для популяризации и развития технического творчества, особенно среди молодежи. В 60-е, 70-е годы на страницах главного автомобильного журнала страны «За рулем», а затем и журнала «Моделист-конструктор», была размещена серия публикаций с чертежами и схемами под общим названием «Строем автомобиль». Автор этих публикаций – кандидат технических наук Юрий Аронович Долматовский, выдающийся конструктор, популяризатор самодеятельного автомобилестроения. Его книги и статьи для многих конструкторов-любителей стали своеобразной заочной школой автоконструирования. В 70-м году увидела свет книга «Автомобиль» своими руками, ставшая на долгие годы настольной книгой самодельщиков. Ее автором был кандидат технических наук Владилен Михайлович Гесслер. В 1989 году Владилен Михайлович вместе со своим соавтором Владимиром Владимировичем Юре выпустили книгу «Самодеятельного конструктора автомобилей», в которой обобщили многолетний опыт конструкторов-любителей по созданию автомобилей и других транспортных средств. В следующий раз об этом мы расскажем более подробно. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда вам рады. Всего наилучшего и удачи на дорогах. Продолжение следует...